Спасибо, господин председатель. Благодарим ПГС ЕНЧУ за сегодняшний брифинг. США глубоко обеспокоены нынешними препятствиями в использовании Лачинского коридора и растущими гуманитарными последствиями этой ситуации. Четко заявлю, препятствия для использования Лачинского коридора отбрасывают назад мирный процесс. Они подрывают международное доверие к этому процессу. Они могут принести потенциально тяжелые гуманитарные последствия. Мы призываем правительство Азербайджана и другие стороны, отвечающие за безопасность коридора, восстановить свободу перемещения, в том числе для гуманитарных и торговых перевозок, как можно скорее. Мы воодушевлены восстановлением газоснабжения населению Нагорного Карабаха. Любые попытки препятствовать этим услугам – это угроза для гражданского населения Нагорного Карабаха. Это неприемлемо. США и далее будут призывать все стороны проявлять сдержанность и прекратить немедленно все шаги, подрывающие мирный процесс, а также соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву. Нерешенные претензии Армении и Азербайджана должны урегулироваться через мирные переговоры. Переговоры – это единственная возможность выйти на прочный мир. Международное сообщество должно сделать все возможное и поддерживать усилия для дипломатического урегулирования достижения мира. Время показало, что не может быть одностороннего военного решения в этом конфликте. Обе стороны должны заявить о приверженности к дипломатическому процессу и восстановить прямые каналы общения через дипломатические каналы. Все стороны должны активизировать дипломатические контакты и добиваться прогресса в нормализации отношений через всеобъемлющее устойчивое мирное соглашение. Необходимо добиться всеобъемлющего урегулирования в переговорах всех оставшихся вопросов. Мы привержены устойчивому прекращению огня и мирному решению этого конфликта. Мы по-прежнему активно участвуем в двустороннем, многостороннем формате с нашими партнерами для достижения этой общей цели. Готовы и дальше содействовать диалогу между Арменией и Азербайджаном в двустороннем, трехстороннем формате и в координации с партнерами, включая ЕС и ОБСЕ, для достижения долгосрочного мирного урегулирования в этом конфликте в соответствии с нормами международного права, включая Устав ООН, а также Хельсинский заключительный акт. В заключение хочу подтвердить важность выработанного в переговорах всеобъемлющего урегулирования всех оставшихся вопросов между Арменией и Азербайджаном. Спасибо.